друзья приветствую вас вторая часть обзора давайте рассмотрим что ждать от движения основных активов и российских акций сегодня в течение дня и на открытии площадки так друзья давайте начнем серебра но по серебру у нас идет движение цель которого 25 и 325 и 4 вот сюда вот в этот диапазон сегодня сейчас на западных площадках идет рост серебра наиболее вероятно сегодня этот рост продолжится вот если будет закрепление на 25 и 6 то сегодня завтра мы увидим задер к на 27 немножко это не коррелирует с данными по сот и софте си но по позициям российских юридических лиц все вполне хорошо соответствует и коррелируют они ждут значительного роста серебра соответственно сегодня скорее всего движение сюда и потом выше в каком случае это не сработает это не сработает если пойдет откат вниз и пробитие 23 424 23 3 23 4 если такой пробой будет то вот этого роста мы сегодня не получим пойдет либо более глубокая просадка на 21 и 8 но скорее всего будет проторговка в районе 22 и 8 23 4 вот это менее вероятность сценарий более более вероятность сценарий это рост сначала сюда по факту проторговки дальнейший рост так друзья по золоту схожая ситуация будет сегодня попытка по золоту во первых взять реванш на 1921 1923 и если здесь будет закреп сегодня вполне может состояться и задерг выше ну выше это где-то 1934 1935 в ожидании того что там скажут банкиры фрс и банкиры ецб соответственно у нас есть тут волшебный уровень который находится на 1896 если он пробивается на объеме с утра или в течение дня то роста не сегодня не завтра по золоту не видать так друзья дали евро доллар но что могу сказать в преддверии речей лагард евро у нас немножко дрожит но в любом случае вот все эти движения если не не произойдет сегодня пробитие устойчиво 1690 на объеме с потом с поторговкой то вот отсюда либо ты что 90 у нас будет разворотная формация и целью этой разворотной формации первые это 1752 вот сюда вот если же здесь будет сегодня пробой то мы уходим сразу вот сюда в этот диапазон такое вполне может произойти но я думаю все таки вероятность наверно выше от сколько наверх и движение сначала сюда потом может быть повыше вот но здесь ситуация очень непростая если по драк металлам там во всяком случае для меня более очевиден процесс движения то здесь конечно все может быть совсем лихо и по-другому вот но тем не менее я думаю что все таки больше вероятность что евро доллар пойдет наверх ну хотя бы вот куда-то сюда сегодня может быть задерк небольшой 1690 может даже немножко проколит на 1670 вот но потом я думаю больше вероятность того что мы уйдем сюда и потом даже может быть повыше сходим так далее фьючерс на индекс ртс риза ну здесь что примечательно мы в общем-то двойное дно нарисовали поэтому сегодня либо будет отскок с целью забраться на сто пятнадцать тысяч или если это пробитие подтверждается пойдет дальнейшее движение вниз на сто восемьдесят шесть тысяч но сегодня конечно если не будет никакого цвет сванга таких значений мы не достигнем но в обозримой перспективе уже может быть движение в этом направлении так друзья далее среди на snp 500 фьючерс но смотрите здесь у нас судя по всему сформировалась разворотная формация и даже несмотря на то что идет по 100 сфтс переток капитала в nasdaq я думаю здесь больше вероятность того что мы сегодня движемся к верхнему диапазону на 3510 3520 в каком случае этого не будет этого не будет если сейчас формируется откаты будет пробита 3460 если таковое движение происходит то у нас развивается движение уже в район 3370 360 вот сюда вот но текущая картина указывает на то что большая вероятность движения вверх так но по вексу пока боковик на той неделе у нас остановился сейчас пока не до конца ясно куда будет движение так друзья далее сбербанк но вот одну цель мы почти сделали немножко не нападали надо было бы на 200 конечно сходить он упал на 200 с половиной так но здесь что хотел на что хотел обратить внимание то текущих значений от текущих значений может быть еще 199 возможен развороты и отскок цель которого будет на 205 сходить вот как раз сюда вот если мы сейчас ближайшее время пробиваем и продолжаем двигаться вниз если будет пробить и 199 то наиболее вероятный сценарий это уход вот в эту зону 192 с половиной 189 вот если такового не произойдет то его будут подтягивать и первые цели это уход выше уровня 205 с половиной 206 вот сюда так далее газпром по газпрому была высадка но на самом деле здесь конечно он торгуется вам идет набор позиций вот и отсюда в принципе может пойти и рост на 184 190 но я на это бы ставку не делал здесь все-таки я думаю большая вероятность того что сначала пойдет движение в диапазон 155 158 потому что как вот здесь можно наблюдать постоянно идет разводка то есть он задерживается начинается про торговкой после этого опять толкают вниз поэтому на текущий момент я не наблюдаю здесь никакой наиболее вероятной разворотной формации вот здесь то что движение идет с моей точки зрения это все идет игра на дальнейшее продавливание цены вот может ли быть отсюда отскок может но как вы видите есть цель 155 158 но 158 это мартовский минимум вот и как ни крути все вот эти моменты раз два три 4 5 они все приводят тому что цена потом опять проседает идет вниз поэтому я бы сейчас здесь ставку на рост не делал да может быть долгосрочно он отскочит и сходит хотя бы на 252 в течение одного-двух лет но здесь что в чем заключается нюанс цены могут быть еще ниже еще значительно ниже особенно по газпрому с учетом о геополитических рисков даже если в ближайшее время будет решен восток вопрос северным потоком 2 возникают риски уже связаны с наполняемостью этой трубы а также южного потока и если не будет очень холодной зимы в европе в этом году то ситуация у газпрома может быть очень и очень печально уже в январе-феврале так друзья далее гмк ну смотрите гмк у нас сейчас сессия началась 10 часов по москве но он как бы на недельном таймфрейме в этом диапазоне находится 18 300 18 19 900 соответственно придет поджать и и в ближайшее время если будет пробить и а все к этому идет то в этой ситуации у нас цель движения 21000 дневной таймфрейм у здесь такая же ситуация была попытка разворота вот она здесь началась но эта попытка разворота она перешла в проторговку по торговку и поджать и сильного уровня соответственно у нас если не будет задерга вниз и пробитие 19 тысяч 450 то отсюда у нас весьма вероятно пробитие закрепление движения на 20 тысяч 921 тысячу так ну и здесь на 4 часа веке схожей ситуации вот этот уровень если он не пробивается вот этот диапазон то здесь идет набор позиций и с ходом потом наверх выше выше и выше так друзья далее магнит к ммк много вопросов но смотрите вот здесь вот это движение но наиболее вероятное завершение его находится на 33 3 вот когда она сюда придет вот здесь очень высока вероятность про торговки и отскока вот сейчас будет на этой неделе наверняка попытка здесь консолидироваться и отскочить отсюда вот на более устойчивый рост был бы вот именно от этого уровня если он не будет пробит и не пойдет движение в район 30 29 так но дневка здесь вообще замечательная вообще замечательная поднявки у нас здесь разворотная формация и мы в самое ближайшее время должны но по крайней мере попытаться потрогать вот этот уровень 36 и 2 может быть на этой неделе в каком случае этого не произойдет этого не произойдет если пойдет движение вниз и будет пробить и 34 и 3 3 4 3 3 4 4 вот если на объеме будет пробить и этого значения то ни о каком росте здесь речи не будет идти мы пойдем тестить вот этот диапазон который находится под сильным уровнем вот если здесь будет подтверждение разворотной формации то как только на объеме будет пробита 3564 то соответственно следующее движение это движение вот сюда вот на 34 36 половиной вот сюда вот в этот диапазон так друзья далее вопрос был по мтс посмотрите мтс все отлично нарисовали двойное дно соответственно сейчас будет либо отскок либо если это двойное дно еще раз будет пробита тогда у нас движение уже в район 293 с половиной вот сюда вот вот был у нас задер в пятницу но этот задер полностью от купили здесь разворотная формация и соответственно если вот рассматривать более короткий таймфрейм девочку да если у нас не будет движение вниз ниже 318 319 318 то в самые ближайшие дни мы можем увидеть движение на 330 вот если здесь будет пробита 318 следующая цель это тестирование на прочность 314 310 вот этого диапазона ну а четырех часовик указывает на то что очень вероятно что ближайшее время будет уход вот сюда вот в этот диапазон 330 333 вот это произойдет в том случае если не будет повторного пробития 318 316 вот этого диапазона так друзья далее вопрос был по магниту ну давайте буквы м раз уж пошла так удачно так но у нас здесь ближайшая цель движения 4850 4880 вот сюда вот этот диапазон вот вообще здесь сейчас сформировалась разворотная формация и цель этой разворотной формации движения на 5050 вот сюда вот 5050 5000 что вот эта идея сейчас не сработает если пойдет откат вниз не будет пробита 4660 пробой вот этого значения будет указывать на то что цена продолжит спускаться и цель этого движения будет 4390 вот сюда вот этот диапазон на текущий момент здесь все-таки больше вероятность того что пойдет движение цель которого отработать 5050 посмотрим как это будет реализовано на практике все друзья спас